Привет, друзья! Я Алекс, это лаборатория настальных игр профессора Фикуса, и у нас сегодня с вами еще один чудесный ретро-обзор с новым Вархаммер, и на этот раз Вархаммер Фэнтези Роуплей второй редакции. Я считаю, что это самая лучшая редакция Вархаммер Фэнтези Роуплей, да простят меня любители четвертый, боже упаси третий, и возможно, если где-то вы есть, люди, играющие в первую редакцию, я чувствую вашу боль. Первая редакция, это вообще столб Вархаммер Фэнтези, и, господи, слушай, а про существовало-то? Без малого... В 86-м она вышла, это получается, без малого 20 лет люди играли в одну редакцию. Ну, конечно, был хор сетт-паблиш, но это отдельная история. Если вы не в курсе, что такое Вархаммер Фэнтези Роуплей, то вот она, прекрасная книжечка правил. Это приключения, ролевая ядра в мире Вархаммер Фэнтези, в старом мире, никаких вам этих ваших сигмаров со всеми вот этими там микро-макро-мультивселенными. Старый добрый старый мир, естественно, во главе стола стоит империя, ее сателлиты, странные союзники, там все Бретонии, Кислевиты, Катай, Арабия, и же с ними, хотя на карте здесь почему-то Катай с Арабией нету, но мы-то с вами знаем, что они есть. Как все это началось? Значит, в 1986 году вышла первая редакция Вархаммер Фэнтези Роуплей, и вышла она как ответ. Ну, как бы, все играли Вархаммер Фэнтези, все видели популярность НРИ, и, конечно же, Games Workshop тогда еще Цитадель очень сильно задарялся этим вопросом, что давайте мы сделаем то же самое, и дали отмашку команде своих специалистов, а там Ян Ливенстон, там прочие зубры, и они дали жару, вдохновлялись золом ктулху, система получилась довольно хаотичной, потому что в ней, ну, если вы играли, допустим, Вархаммер Фэнтези Роуплей, и вы понимаете, в чем разница между талантами и навыками, то в первой редакции вот то, что мы сейчас считаем талантами, оно было навыками. То есть у вас был огромный список талантов длиной в жизнь, простите, навыков. И вот этот огромный список навыков просто контролировал каждый шаг в вашей жизни персонажа. И еще довольно забавно, в первой редакции все хотели быть ассасинами. Как бы спросите, почему, я вам скажу, ассасин – это единственный чувак, у которого было две атаки в профиле. Все остальные, увы, ях, плодной, и поэтому все пытались выйти в ассасина, чтобы больше рубить. Вторая редакция, естественно, этот вопрос исправила, как исправило многое другое. Значит, после того, как ГВС стало немножко недовыпуск, они перепродали свои права, точнее отдали права компании под названием Horsehead Publishing. Этот Horsehead Publishing довольно долго публиковал всякие книги, дополнения. Многие считают это Warhammer Fantasy Roleplay 1.5. Там были и классические приключения, типа всеми нами любимого теней над Буддинхавеном, конечно же, и вот эту вот силу за троном. Там масса всего было крутого, но в какой-то момент этому товарищу то ли надоело, насколько я знаю, у него был побочный. Точнее не так, Warhammer для него был побочным проектом, а у него был какой-то свой бизнес, и он как бы сказал, все, не могу этим заниматься, давайте сами. И было решено переделать Warhammer Fantasy Roleplay 1 редакцию, немножко упростить, как сейчас принято называть, отстримлайнить. И 2005 год, в котором Warhammer Fantasy Roleplay 2 редакции увидел свет, это как раз начало вот этого процесса, когда начали браться старые редакции, стримлайнить, перепиливать, упрощать, потому что хотелось, потому что компаниям хотелось вовлечь больше людей, чтобы эти люди покупали, покупали больше. А если правила сложные, то кто в это будет играть? Они, естественно, оставили все любимые нами модели, то есть остались карьеры, они добавили больше выходов, больше входов. И периодический парашют. Ну как бы сейчас есть четвертая редакция в ФРП. Почему бы вам в нее не играть, и зачем вам нужна вторая редакция? Начнем с того, что в этой редакции есть прекрасная паутина карьер, из которой можно входить и выходить куда угодно. В ФРП с этим делом глухо, они ее просто под нож пустили и оставили вот эти вот уровни. На мой взгляд, сомнительная ценность. Вначале они шли пути упрощения, потом они решили, что путь упрощения не их путь, и нагромоздили кучу дополнений, всего сложнивших. Зачем? Вот хоть убейте меня, я не понимаю. Есть в сообществе любителей Вархаммер Фэнтези Роуплей термин вьюфинг. Это атаки персонажей на первых уровнях, когда больше времени ты просто машешь мечом, тщетно пытаясь хоть в кого-то попасть. Но эту проблему, по-моему, и четвертая редакция не решила. Например, в первой редакции был синдром голого Дварфа. Что Дварф без этапировки имеет брони и статы лучше, чем какой-нибудь имперец в полной броне. И прежде чем мы с вами погрузимся в рассмотрение этой во всех отношениях замечательной книги, я прошу поддержать это видео лайком, а канал подписка, если вы еще не подписаны. А если вдруг вам вообще все очень нравится, и вы хотели бы, чтобы видео было больше, чаще, материалов было больше, там, качество, оборудование росло, то в описании под видео находится ссылка на Boosty, ВКонтакте с Водом, там просто реквизиты. Протяните лабораторию руку, чтобы она не протянула ногу. Заранее спасибо. А теперь давайте посмотрим на нашу замечательную книжечку Warhammer Fantasy Roleplay. Warhammer Fantasy Roleplay. Арт уже дженерик, все как мы любим. Современный, не вот эти ваши старые добрые, нарисованные вручную. Угрюмый мир опасных приключений. Да. Надо понимать, что Warhammer Fantasy Roleplay отличается от этого вашего ДНД, например, где миллион всего. Он такой более базовый, ближе к корням. И в нем нет этого безумного разнообразия, где у вас там всякие Кенку бегают, Тифлинги, я не знаю, Табакси там всякие прочие. Давайте посмотрим. Приключения ожидает. Старый мир. Темное мрачное место, наполненное опасностью, изорванной войной. От тесных городов империи, до лесов, заселенных эльфами, до вершин гор мирового края, где дварфы сражаются с гоблинами. Тень нависает над миром, который отбрасывает темная разлагающая рука хаоса. Все вдоль границ Старого Мира, величайшая нация, империя, пытается сдержать темный прилив. А ну даже внутри империи есть враги. Ужасные пультисты надеются положить конец империи. И мерзотные скавины, крысолюди, распространяют чуму и заболевания из своих подземных логовищ. Да, это общая концепция. На самом деле, большинство героев здесь герои, скажем так, как не по собственной воле, и как вы посмотрите на карьеру, если вы еще не в курсе про Вархаммер Фэнтези Роуплей, то здесь много забавных историй о том, как вы начинаете с собирателем костей, а заканчиваете, если повезет, конечно, если вы переживете заболевания, инфекции, хаос, всевозможные заклинания и прочее, каким-то рыцарем империи. И, собственно, здесь упоминается, в Вархаммер Фэнтези Роуплей, вы малоподходящие герои в мрачном мире опасных приключений, вы отправляетесь в темные враги империи и сражаетесь с опасностями, которые остальные не могут или просто не захотят встретить лицом к лицу. Скорее всего, вы сдохнете в одиночестве в какой-нибудь гниющей, вонючей адской дыре. Но, возможно, возможно, вы переживете мерзотных мутантов, ужасные заболевания, коварные замыслы и уничтожающие рассудок, ритуалы, чтобы получить награду судьбы. Вархаммер Фэнтези Роуплей это полная игра. Все, что нужно, это эта книга, несколько кубов и группа друзей. Можно врагов, но тогда вы должны быть ГМом и убить их. Внутри этой книжки вы увидите быстрая система создания персонажа, меньше, чем за полчаса и прям в битву. Простой, но яркий набор правил, который позволяет вам решать любые проблемы от социального взаимодействия до хаоситских мутаций. Уникальная система продвижения персонажей с помощью карьеры от ассасина и собирателей костей до победителей троллей и фанатика. Полные правила на магию, покрывающие чудесные и божественные порядки и более 175 заклинаний. Можно получить власть, но опасайтесь проклятия Дзинча. Самое забавное, что удача вам быть магом в этой редакции, потому что, когда вы маленький, вы постоянно рискуете с колдовой какой-то барахлом, а когда вы большой, ну, до этого еще дожить надо. Детали про империю и старый мир. Ага, ага, 10 страниц всего. От социального порядка до религии и верований. Полное вводное приключение через Драквальд. Новая короткая история от автора Дэна Абнета призраков Гаунта. И я бы еще добавил инквидит Рейзенхорна. Добро пожаловать в роли-плей на игру Мира Вархаммера. Смерть и слава ожидают. Black Industries, конечно же, Black Library паблишен. То есть, цитадель АЛГГВ отказалась от того, чтобы сама издавать и отдала Black Industries. Это самые ребята, которые делали Dark Heresy. Разработано и создана Грейн Ронин паблишена АЛЦ, напечатана в Канаде. Цены уже нету. Поэтому, увы, и сайты, которые, как я понимаю, ныне не работают. Давайте посмотрим, что у нас внутри книги. Конечно, пострадало, к сожалению. Я не буду говорить, мне она досталась в таком виде, но, по-моему, в ней курили. Или держали табак, я не знаю. Крис Прамос. Вот они, кстати, оригинальный создатель Джим Бамбер. Если вы читали мои обзоры по ДНД, то вы знаете, это Джим Бамбер и Фил Галлахер. Естественно, Рик Прискли, это вообще папка Games Workshop и первая-вторая редакция, то есть Rock Trader и двушки. А Джим Бамбер и Фил Галлахер, это ребята, которые выпускали журнал White War, который одно время был, точнее, не только был, они еще продавали ДНД. У них была эксклюзивная лицензия на продажу в Великобритании. И в какой-то момент в своей биографии Гарри Гайк свел с ним переговор о том, чтобы Games Workshop и TSR слились в одну компанию. Но они его послали лесом и, в общем-то, разумно сделали, учитывая, что случилось в TSR. Я считаю, это победа. Особой благодарности, вот они Джим Бамбер опять, и, кстати, это ребята, которые написали, Багенхайвена и прочее, прочее, прочее. Джим Бамбер еще и отличный автор, писатель. Он статьи писал для «Никночь, помянутый в Эмэнжин». Это аналог Dragon Magazine, только в Британии. И также Джим Бамбер и Фил Гаухер. Это чуваки, написавшие один из лучших модулей для ДНД, B10, который называется «Найтс Дарк Террор», то есть «Ужас темной ночи». Прекрасное приключение, чудесная карамейка, всем рекомендую. Таблица, вот там, пожалуйста, оглавление, много всего, вставочка «Жизнь после смерти», это нам Абнет пишет, это Дэн, Брох проморчал, Франц сказал, Зверолюд выбежал, «Добро пожаловать!» Что такое ролеплей, как читать кубики, этот арт я люблю еще со времен пятой редакции в Архаймер Фэнтези, чудесно-чудесно на болоте заметно, что в этой книге создание персонажей, карьеры, оборудование, немного про империю, да, книга, конечно, досталась, она, похоже, еще и на подпуху, распухла из-за воды, это сушите, граница прям, ай-яй-яй. Чудесная панелька с артом, вот он, победитель троллей, я так подозреваю, что это Готрик и Феликс, да, так точно, это Готрик и Феликс, не читали, а почитайте, довольно забавный цикл приключений про победителя троллей и его спутника, вначале тролль-слейер, потом Скавин-слейер, а дальше кого увидел, того и слейер. Отлично, ребята. Character creation, создание персонажа, четыре расы, дварфы, эльфы, люди и хафлинги. Это вот опять, возвращаясь к тому, о чем я говорил, здесь нет вот этого дикого изобилия рас, комбинации всего, но как бы атмосфера в Архаймер Фэнтези роллплей другая, это более мрачное, более суровое, более какое-то драматичное приключение с полной превозмоганией, но оно все-таки отличается от того, что мы видим, скажем, в ДНД. Хотя и там тоже мрачняк можно создать, естественно. Характеристики вэпунского, понятно, это фехтование, баллистик, стрельба, сила, это сила, тафнос, это выносливость, аджилити, ловкость, интеллект, сила воли, филотшип, это внешность. И вторичные атрибуты, атаки, раны, бонус от силы, бонус от тафноса, движение, магия, айпед и инсайдити поинт, то есть очки безумия, и фейтпоинт, это очки судьбы, на переброс всякие прочие. Первый даркс их был больше, здесь их порезали, стало попроще. Расовые особенности, скиллы там всевозможные, стартовые карьеры, здесь вам мало кто даст какую халяву, потому что здесь все набрасывается случайно, и дальше, как говорится, как повезет. Ощущение андердогов, пытаешься выжить в мрачном и опасном мире, эта система создает. Насколько вы религиозны, кто ваши лучшие друзья, ваши самые ценные предметы, как вы стали приключенцем, просто настраиваем персонажа. Образец чершета, как заполнять, физические фичи, ну то есть черты персонажа, вот он, высота его, вес, количество родственников, возраст, где он родился, там, пожалуйста, в Ирландии, в Хохландии, в Рейтландии, в Стирландии, там, в Виссинландии, где угодно. Образцы имен, и пошли карьеры. Первая карьера, как ее продвигать, как менять карьеру, вторичная карьера, соображения, и пошло-поехало. Вот они у нас, формат карьеры, первая, агитатор, начинающий, колдун, хирург, и парикмахер, боутмен, который стал в четвертой рации, боутвумен, так вот неожиданно, собиратель костей, охотник за головами, просто, просто бюргер, маркетантка, угольщик, точнее, углежок, развлекатель, пифтовальщик, костыльянский, паромщик, рыбак, просветитель гробниц, межевой колдун, охотник, моряк, кислевитский косар, кислевит очень забавный, они пьют квас, и квас, по мнению Абнет, это и местных авторов, это серьезный алкоголь, как скажете, ребят, посыльный, шахтер, кстати, забавный арт-хоббит на пони, преступник, патрульный, северный берсерк, благородный, носитель рун, я начинаю потихоньку пролистывать, на самом деле, потому что этих карьер очень много, и вам везде здесь разгуляться, разбиватель щитов там, моряк, куда бы ни приплыл моряк, солдат, сквайр, вор, пожалуйста, студент, серьезно, очень много всего, ваши приключения будут длиться очень долго, но дальше у нас идут улучшенные карьеры, то есть вы же понимаете, что все непросто, так вот они пошли, ассасины, капитаны, куртизанки, преступный лорд, шарлатан, чемпион, истребитель демонов, дуэлист, инженер, флагеллянт, исследователь, скупщик краденого, гильдмастер, победитель гигантов, верховный жрец, дознаватель, рыцарь, рыцарь внутреннего круга, колдун, мастер вор, мастер волшебник, купец, лорд, министрель, список огромный, политик, пожалуйста, врач, пистольер, жрец, вот в это все вы можете ходить, уходить, переходить, пожалуйста, шпион, стюарт, охотник на ведьм, охотник на вампиров, мудрец, лорд, таланты пошли, степень успеха, оппозитный скил, если вы играли в какой-нибудь Дарк Хересе, то вы поняли откуда это, много-много арта, причем по-моему это арт из Варкрая, который карточная игра, но я могу ошибаться, базовые навыки, вот они пошли, пошли торговаться, лечить, запугивать, очаровывать, очаровывать животное, избежать попадания, управлять, оценивать, управлять лодкой, поставить парус, вскрывать замки, готовить яд, секретный язык, тихо ходить, скрытно ходить, ловкость рук, никакого мошенства, конечно же, пальчики отрываем, и пошли таланты, двуручный, двуножный, колдуем в броне, артист, ловко выгибаетесь, божественные познания, легкие ножки, мастер-убегатель, меньшая магия, рефлексы, опытный путешественник, острый глаз, мне кажется, это легалас, легалас, острый глаз, точнее так, это в фрпшной интерпретации, потому что, видите, тоже дварф, это только дварф с ружьем, не забывать, что мир вархаммер фэнтези более технологичный, чем дефолтный днд, форготный рюмс, то есть здесь есть пороховое оружие, и его много, даже империя, там дварфы, вы поняли идею, качество предметов, услуги, цена, загруженность, описание оружия, оружия немного, то есть это не, опять же, ДНД, где тонна всего, но мир в фрп более мрачный, более суровый, поэтому, как бы, вот у нас, видите, там всевозможные батлеры, кинжалы, алебарды, палки, всякие копии, и стрелковое оружие, которого гораздо, не гораздо больше, но больше, и амуниции, стрелы, там всевозможные, ружья, вот, прекрасная картиночка, торговец вам продает, вот это все, бери, не хочу, оружие, улучшенное оружие, одежда, эффекты алкоголя, нельзя ходить голодными, кушать, не обляпайтесь, сколько носить, освещение, транспортировка, на лодках, на кораблях, локации корабля, там, ба-бам, в открытого члена команды, в корпус, ай-яй-яй, всякие животные, перевозка, сколько стоит снять комнату, давайте посмотрим, ты хочешь в ванну, заплати один фенинг, хочешь обычную комнату, пять, и так далее, я, кстати, еще по-божески, знал я одного ГМа, который гораздо больше пытался зарядить, корону, кажется, за комнату, комната, раунды, инициатива, определить порядок, была ли засада, ходы, 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 описываются подробности, действия, система та же самая, что и в Дарк Херрисе, и в Дарк Херрисе, с дрова отсюда, естественно, все эти действия, поудействия, прицеливание, кладовать, чарж, выйти с боя, движение, подготовить, как это происходит, вначале мы бросаем на попадание, потом меняем это значение, то есть, выполнено попадание 37, то мы меняем на 73, и это означает место, куда пролетело попадание, то есть, в нашем случае, 73, это боди, а 37 означает, что мы попали, если мы были 73, и это было бы меньше, чем наш навык, плюс бонус, то мы бы никогда не попали, и можно было бы не переворачивать, ускорение комбата, вводи в меня кто угодно, мгновенная смерть для всех, то есть, никаких вам критов, просто, любой крит и гейм овермен, действия, 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 меньше, больше, не знаю, не очень нравится, тоже советую пользоваться квадратной сеточкой, боевочка, милые со вкусом, критические хиты, sudden death, это для мелких неписей, обычных убивает первый крит, поэтому, не стоит заморачиваться, критические эффекты, таблицы небольшие, и в какой-то момент, вы придете к тому, что она станет для вас знакомой, родной, вам не нужно будет зачитывать ее, не игрокам, а если вы игрок, то вы просто запомните ее, и на месте ГМ, конечно, придется постараться, разнообразить это, лучше использовать просто, как вдохновение, а, например, взять из роумастера какого-нибудь, или из роумастеровского, этого, «Вастерин колец», там таблицы огромные, описаний много, на существо своей фантазии, конечно, не хватает. Бейтпоинты, для чего они нужны, на что потратить, переброс, можно потратить, можно сжечь, чтобы не умереть, и далее по тексту, типа урона, огонь, заболевания, удушья, зеленая чума, весело, вам понравится. Падаем, прыгаем, волшебное заклинание, природа магии, пути магии, минорные проявления хаоса, катастрофические проявления хаоса, да, волшебные снаряды, защитный круг, полдунные броня, что у нас тут, ветра магии, конечно же, и погнали мелкая магия, но это вот прям совсем ничего, там защита от дождя, волшебное пламя, то есть, прям, не очень полезно. Ну, самый мягкий начинается, когда вы подрастете, и там уже всевозможные, вот там, например, тупые заклинания, я еще помню, в далеком лохматом играл я в этого, господи, в тень рогатой крысы, вот она, конфлагрэйшн, вы думаете, метеорит с неба падает, это оно. Все любят метеорит с неба, но только никогда не в них летят. Трансмутации всякие, темные познания, знания хаоса, темная рука разрушения, касание хаоса, призывать тусовку демонов, ну, прекрасно, прекрасно. Знания, там, шалая, знания мора, это уже, а, знания сигмара, это критальная магия, ритуальные магии, волшебные предметы, копьё Иерафанта, кольцо Святого Хорста, понятно. Вот она, религии верования, храмы, святилища, молитвы, оракулы, кому кто верит, там ритуал прохода, рождение, день рождения, проклятия, свадьбы, вы ухватили идеи. Значит, что у нас там, гнев богов, методы самобичевания, связывают голову, мешком, это, бейдинг называется, и это должно напомнить вам о тех масках смерти, которые одевают на еретиков перед сожжением или обезглавливанием. Штраф, отдать всю еду, порка, кузница, в общем, весело. Боди империи, как поклоняться им, различные божества, естественно, сильмар главный, все знают, все любят культы, манану, здесь уже нету малала, который пятый был хаос, который был в первой редакции, культ сильмара, пожалуйста, жрецы его, от слова жрать, конечно же, цветы и ордена, боди хаоса, кфорн, зинч, нурль, сланеж, как быть глеммом, вот, пожалуйста, проводите приключения, планируйте враги внутри, месть, конфликт, партию похитили культисты, битва, что у нас, идеи для компании, тьма и, кровь и жизнь, воровайки, утраченное величие, внешность может быть обманчива, золото хорошо, но не поможет в страхе, проверка на страх, фейтпоинты, как гримить фейтпоинты, поощрять, получать, безумие, собственно, то, что мы любим, рано или поздно, вы свихнетесь, лучше умереть, чем вот это все получить, великое, великое разложение, проклятый, отчаянный, можно бегать с такими же придурками, беспокойные пальчики, использовать безумие, лечение, безумие, хирургия, магия, таблеточки, магия, страх и ненависть, экспириенс пойнта, то есть экспа, опыт, драматический метод, детализированный метод, отрыв, тоже принесет вам, как говорится, экспы, империя, время, сегмара, на существо вы не знаете, вот там карты империи, прошу любить и жаловать, море когтей, хохланд, вот кислев, конечно же, аверланд, система выборная, то есть герцоги, враги погнали, рабы тьмы, омерзительные крысолюды, беспокойные нерсты, всякие там, карштайны и прочая братва, вот там еще больше арта мира, альбионы, стали, вот все, корабль, все-таки попал сюда, где катай, где катай, где катай, нет катая, ай-яй-яй-яй, но, тем не менее, союзники, пограничные королевства, кстати, Border Prince, это компания, по-моему, с пятой редакцией, где вы с товарищами играете не просто армиями, а расширять свое королевство, захватывать территории, там влияние, очень крутая компания, если вы играете в ФРП, а не в какой-нибудь Age of Silver, то, мне кажется, стоит попробовать. Бретония, Сталия, Кислев, Люди Кислева, Тилея, и дальше пошел Бестиарий, там всевозможные быки, демоны, мутации, сразу видно, что это просто для начала, на самом деле, гораздо больше вышло дополнение, там Бестиарий, всевозможные и прочее, арт, пожалуйста, солдаты, и дальше у нас приключения, как пройти через Драквальд, вот он, Герхард Шиллер, не вас нанимают, и пошло-поехало слухи, о, Драквальский лес полон бистманов, капитан Шиллер, когда-то был командиром своего отряда наемников, ну вот эта вся история, через лес, реликвии, полный круг, в Мидденхайм, прочитал Мартхейма, обрадовался, Мартхайм, да, вот оно, значит, заметки дизайнеров, то, как они переделывали, собрались, решили, что они не хотят гробить систему карьер, но хотят немного упростить, сердце в ФРП, собрали вместе, и надеются, что дальше будет все только хорошо, в общем, так оно и вышло, потому что в ФРП, кстати, шаблончики, на случай, если вам нужны, скопируете, но на самом деле, стандартные шаблончики, изувахи, времен, какой-нибудь, если просорокет, то любая редакция, по седьмой включительно, в ФРП, по восьмой, соответственно, включительно, потому что после восьмой, все закончилось, Black Library рассказывает нам книжки, и вот на War Cry, и War Partefact, артефакты, реплики, книжки, когда-то они такое тоже делали, книга, конечно, в жутком состоянии, у меня прям сердце кровью обливается, но от этого она хуже не становится, книга прекрасная, и давайте как-то подытожим все, что я здесь вам обрисовал, вы посмотрели, с вами глазами все увидели, мне кажется, это отличная книжка, нет смысла рекламировать то, что и так популярно, нет смысла критиковать то, что хорошее, смысл этого обзора не палить ее по моим, или там, допустим, в ФРП четвертую редакцию, а просто рассказать о том, показать. Она действительно очень удобная, она понятная, она не сложная, она не перегруженная, но при этом в ней есть и тактическая глубина, и стратегическая, и есть отгрыш, возьмите дополнение, не все дополнения одинаково полезны, некоторые, ну просто полный ад в плане перегруженности, но они есть, и они неплохие, да, что еще, помимо полезных и бесполезных дополнений, много всего, лучшие компании выходили, потому что, как я говорил ранее, значит, Багенхаффен, вот это с тенями за троном, Камни Судьбы, тоже весьма неплохо, были еще просто приключения, но они не так хороши, но они, они были, и они, да, неплохие. Система обратно совместима с первой редакцией, с четвертой редакцией спокойно совмещается, поэтому, честно говоря, я не вижу ни одной причины, почему вам бы не поиграть в нее, если вы хотите поиграть. На суть, если вы не знаете, что я в Warhammer Fantasy Roleplay, решили посмотреть это видео, то я должен вас, конечно же, поприветствовать в этой системе, и сказать вам, что если вы пришли сюда из Подземелья и Драконов, то это все-таки другой опыт, он может показаться более суровым, более ограниченным, но если вам нравится выживать, превозмогать, потому что эта система очень жестокая, вас убьют, и убьют не один раз, и ваш персонаж будет облодорный, без рук, без ног, там, с выбитыми зубами, ползти навстречу своей судьбе, как говорится, то есть это не Noble Bright, это Dream Dark, в самом классическом виде, то есть, условно говоря, здесь нет каких-то, то есть даже условно хорошие персонажи, на самом деле нехорошие, в лучшем случае неплохие, и как выразился один из злодеев, что говорит, добро для ТЭЦ сказочки, которые одни люди рассказывают другим, чтобы хоть как-то пережить еще один день без того, чтобы орать от ресторанциального ужаса, вот, здесь этого ужаса будет много, и удастся ли, как говорится, внести капельку света в это темное болото, или нет, зависит целиком и полностью от вас. Мне кажется, в ФРП второй редакции это отличный выбор, прекрасная система, и вы однозначно только выиграете, если уделите ей свое время и внимание. Она интересная, она классная, она очень близка к духу Warhammer Fantasy, именно старого мира. Я, опять же, не буду полемизировать, какая редакция лучше, все достаточно хорошо справляются с этим. вселенная Warhammer Fantasy, а именно старый мир, он сам все очень жестокий, мрачный, темный, и я не могу, как говорится, не перестать нахваливать его, поэтому еще раз говорю, добро пожаловать, попробуйте, вы не пожалеете, а если вдруг у вас ноточка ностальгии, захотелось еще поиграть, вспомнили славные, добрые забеги, когда вы были кинуть дорожным разбойником, или там, рыцарем, то почему бы не расчехлить старую добрую книжечку и не уделить ей вечерок-другой? Мне кажется, вы однозначно только выдерете от этого. И прежде чем я закончу это видео, хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал на таких платформах, как Boosty, ВКонтакте, он там просто не забывает о стареньком профессоре, потому что без вас бы, ребята, ничего бы этого не получилось, и за это вам огромное спасибо. И на этом я свое видео заканчиваю, желаю вам всем только интересных и ярких игр, от винта, друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok